Я хочу, чтобы вы все услышали, чтобы вы все знали, что я неплохой человек, я никогда ничего плохого не делал, находясь в Америке. Я, конечно же, подниму шум, я скажу, что мне обязательно следующий боец нужен топовый. Он будет на меня бросаться, я тоже так же буду на него бросаться. У меня в голове даже ни одной секунды не было, что я оставлю этот спорт, и я знал, что я бы ему показал за его грязный язык. Перед тем, как начнется этот выпуск, посмотрите небольшую рекламу, благодаря которой мы оказались в Праге на турнире UFC. Букмекерская контора Marathon организовала нам эту поездку, чтобы мы сделали хорошо и качественно свою работу, и для фанатов российского ММА были доступны интервью. Ставьте на букмекерской конторе Marathon, там отличные коэффициенты, и эти ребята не обманывают. Спасибо им, и начинаем. Нам очень повезло, и мы попали на тренировку Рустама Хабилова. Спасибо большое, что позволил. Сама тренировка будет в предыдущем видео, а сейчас у нас небольшое интервью с Рустамом. Рустам, первое, что хочу отметить, ты очень позитивно выглядишь. Все ребята говорят о том, что такого настроения не видели у тебя никогда. Расскажи, как проходит весогонка, и что изменил, что такие крутые успехи. Да, на самом деле есть такое, что я очень в хорошем настроении, тем более завтра последний день весогонки, у меня пятница взвешивания уже, раньше такого не было. Ну, вот как-то так мы с командой подошли к этому бою более профессионально, и вес хорошо идет. Завтра последний день будем так же настроением. Давай мы подробно расскажем в предыдущем выпуске о твоей команде, но хотелось бы комментарий какой-то твой получить о каждом из ее членов, об Алии, о Шарапе. Давно ли ты с ними, и чем они тебе помогают? Я уже вот с Шарапом, уже на два года мы работаем. Шарап у нас с Питера сам, он представитель вольной борьбы, уже тренирует бойцов ММА. Он мастерского класса борец, и уже перестроился в ММА. Мне отлично все устраивает, с ним работа. Я с ним и на сборах работаю, и здесь во время последних там две недели мы с ним боремся, возимся. Отличный спарринг-партнер. Я просто рад, что у меня есть такой человек рядом, который помогает мне и как тренер, и как друг. Также Али Ахмедов, он отвечает за мою физическую подготовку, за мою внос, функционалку и за диету, конечно же. И у нас все, мне кажется, все у нас удается нам, все у нас отлично, мы справляемся со всем. По ударной технике у меня вот Шафидин Аллахвердив, мы знаем знаменитого боксера Хабиба Аллахвердива. Это его брат тоже старший, он его тоже тренировал. Поэтому хорошая команда, еще у нас всегда Абдулманаб, то на связи, то где-то подъедет. На этот раз, к сожалению, не получилось у него приехать. Так что команда есть, мы готовы. Он сказал уже, что будет смотреть онлайн твой бой, и какие-то, может быть, по телефону будет давать советы? Сто процентов он будет смотреть этот бой, я уверен. Хочется спросить про послезавтрашний день, когда будет взвешивание. Мы с тобой, когда шли по Праге, ребята останавливались и угорали. Здесь куча всяких сладостей, куча дрейдерлеры. Я забыл, как называются точно эти штуки. Расскажи, что первое ты съешь после того, как сделаешь вес? После того, как я сделаю вес, я, наверное, не смогу сразу кушать сладости. Я профессионал, я должен профессионально к этому подойти. У меня также будет продолжаться диета, но она будет более углеводная, наверное. Такие быстро усваиваемые углеводы, я не знаю, как картофель, пюре, куриная грудинка, рыба, рис. Все такое, то, что самое необходимое, самое полезное. Никакого хлеба, никаких напитков, соков, сладостей пока. Все будет по этапу найти. Расскажи пару слов об этом зале, где мы находимся, и вообще о том, за сколько дней ты приехал в Чехию, и как тебя здесь встретили. Ну, вот я в первую очередь отмечу, я как приехал сюда с первого дня, я уже здесь нахожусь дней 7, нас встретил Абдул Кадыр, это наш земляк, лакец, кулинец, горец. Он, как настоящий горец, как настоящий дагестанец-кавказец, нас принял здесь достойно. И все время с нами рядом возит, все делает, хоть он и старше нас, но он нам такое уважение сделал. Спасибо ему большое, его семье, которые тоже гостеприимство нам показали свое. Ну, касаемо зала, тоже Абдул Кадыр нам зал, все быстренько, все нашел, все. И в зале нас отлично встретили. Здесь очень хорошие люди, здесь видно, есть семья, бойцовская семья, семья ММА. Они знают, что такое спорт, и здесь очень много талантливых бойцов. Они у нас все время спрашивают, что-либо нам нужно, хотят нам помочь, все. Давай поговорим о твоем сопернике. Можешь о нем пару слов сказать, разбирал ли ты как-то его бои и какие видишь слабые стороны? Конечно, я разбирал его бои тщательно, мы смотрели, изучали его. Он такой агрессивный боец. Мне, наоборот, нравится, что он такой, потому что мне с теми бойцами, которые вокруг октагона бегают, вообще не получается драться. Он будет на меня бросаться, я тоже так же буду на него бросаться. Он хорошо борется, он хорошо в стойке дерется, у него партер отличный, так что будет рубка хорошая. Можешь ли ты рассказать, типа, какой-то совет нашим зрителям, у тебя была куча травм, были травмы колен, как психологически ты сейчас это переборол, как смог заставить себя снова вернуться к тренировкам, причем твои тренера говорят, что ты стал намного усерднее даже тренироваться? Да, был такой период, был такой момент, я сделал по две операции на каждую ногу, до этого делал операцию на колено, на плечо делал операцию, я спину свою очень серьезно повредил, тоже вылечил. У меня помимо этого еще травмы были, но каждый день я травмированный, дома лежал, никакой даже, у меня в голове даже ни одной секунды не было, что я оставлю этот спорт, я знал, что я выкарабкаюсь, что я восстановлюсь, что я смогу дальше выступать, тренироваться и доказывать, что я сильный боец. Меня очень расстроило то, что в этом карте тебя поставили вторым боем, потому что я тебе еще говорил в Москве, что я удивился, что тогда ты был невысоко, и сейчас, как ты вообще к этому относишься, и как ты обговорил вообще матчмейкеры UFC с тобой этот момент, потому что у тебя уже 6 побед подряд, такое мало у кого есть UFC, и почему это второй бой? Ну, я думаю, тут надо быть чуть-чуть честнее в этом моменте, да, у меня там бои там проходят в партере, и раньше, да, более зрелищно дрался, там, более интереснее дрался, а сейчас, может, как-то скучно или что-то такое, за то, что решением, может, из-за этого они стоят, я точно ответ дать не могу, они потому что ничего не объясняют, может, из-за этого, а может быть, за то, что у меня визы нет, у меня никак кто понятен, рассматривают, и соперник тоже у меня не так давно в UFC, мне кажется, если бы, например, там был бы более-менитый тоже боец, я был бы там, наверное, намного выше, были времена, когда я был намного выше тоже, я смотрю, там, бывшие чемпионы UFC тоже дерутся так же первых, вторых боях, я думаю, это ничего не значит, и я не должен на этом зацикливаться, у меня есть бой, я должен об этом думать больше. Не хочется заглядывать вперед, и все-таки мы за тебя болеем, поэтому сразу спрошу два вопроса про то, после того, как ты победишь, первое, кого бы ты хотел бы вызвать потом на бой, есть мысли уже? Да, но если вдруг в случае победы, конечно же, я не хочу думать там о поражении или что-нибудь такое, может быть, но что угодно, может быть, это бои, мы видели, как проиграл Федор Меляника, мы видели недавно, как проиграл Кен Виласкис, такие величайшие бойцы, так что тут ничего не исключено, но и в случае победы своей, я, конечно же, подниму шум, я скажу, что мне обязательно следующий боец нужен топовый, и я не хочу никого видеть, кроме топа, я скажу, дайте мне то, что я заслуживаю, посмотрим, что они мне дадут, что предложат. И второй бой, тоже в случае победы, на которую мы надеемся, попросишь и изъявишь ли ты желание подраться в Питере, потому что совсем скоро, 20 апреля, будет там турнир. Ну, вообще, по плану я не планировал, конечно же, выступать в Питере, это будет для меня слишком быстро, слишком большой стресс для организма, я возьму перерыв небольшой, я подготовлюсь на Рамадан, а потом после Рамадана я уже ближе к осени, уже летом все хорошие карты подберу, где мне дадут топовый, надеюсь. Еще один вопрос, банальный, я уверен, что и до меня спрашивал в Ярославской все, и спрашивал 100 человек, что у тебя сейчас с визой в Америку, потому что все хотят тебя видеть в Америке, и до этого ты дрался там, а что сейчас? На самом деле я не знаю, что там происходит, и в чем дело, я хочу, чтобы вы все услышали, чтобы вы все знали, что я не плохой человек, я никогда ничего плохого не делал, находясь в Америке, я только делал то, что я тренировался, день, два раза, три раза, я платил за свет, платил за газ, за страховку машины, за все, я никогда не нарушал, у меня было одно нарушение за то, что я там 5 или 10 миль превысил, и меня штрафовали, я в течение недели этот штраф оплатил, я платил налоги, я не знаю, почему меня не пускают в Америку, но, конечно же, моя мечта, это получается, она находится в Америке, все, что я делал на протяжении всей своей жизни, 13 лет, это находится в Америке сейчас, это остальное все, это все, получается, я 13 лет ничего не делал, это все исчерпается просто так, я бы, конечно, хотел попасть туда, и хотел бы, чтобы мне дали эту визу. И хочется тоже услышать один вопрос про будущее, последний, расскажи о бою мечты своем, с кем бы ты хотел провести бой в легком весе, сейчас очень много зрелищных бойцов и интересных, может быть, у тебя какая-то есть история личного противостояния, или что-нибудь такое? Нету такой прямо конкретной истории, мне был бы интересен, конечно, Эдди Альварес, но он уже не UFC, очень интересный боец, я всегда за ним слежу, есть такой боец не в UFC, Майкл Чендлер, тоже очень интересный боец, с такими бойцами, я бы хотел подраться, а в UFC, кто есть, Кевин Ли, конечно, бы я с ним не прочь подраться, я бы ему показал за его грязный язык, очень неуважительно относится к бойцам, он высказывается очень нехорошо, особенно о наших бойцах. В общем, в основном пусть будет этот топ любой из UFC. Ну, как вижу, нацелен ты на борцов в основном. Бразницы нет, мне с ударниками еще легче будет драться, тот же, там, я не знаю, Петис или кто, там есть среди ударников, там Дональд Сирони, я-то с ним тренировался, все, но это уже прошло. Рустам, придем за тебя топить, надеемся, с весом все будет отлично. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Рустам Хабилов, он появится вот здесь вот, подписывайтесь на наш новый инстаграм, это Вестник ММ, мы не спрашиваем про план на бой. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут новости, топы, обзоры, репортажи с турниров, инсайды и еще много чего интересного. Также не забудьте подписаться на наш новый новостной канал ММА Лайв, там каждый день выходят новости и много уникального контента. А если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Мы так на него и не собрали, но верим в вашу поддержку. Удачи!